МИФЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Эта история рассчитана на эмоциональное восприятие. Это рассказ о потерях, о страхе, о безразличии современного мира к прошлому. Это прошлое не было безгрешным. Помните о нас, не забывайте нас, тех, кто давно ушел. Без нас вы бы не знали своих корней. В 1532 году, на заре современной истории, тьма опустилась на целый континент. В течение нескольких дней крупнейшую империю того времени покорили всего 170 воинов. Это были испанские конкистадоры, жаждущие золота. История падения империи инков – страшное предание. Гибели государства предшествовали мрачные предсказания и непонятный страх. Когда я лишь начинал изучать историю империи инков, меня очень удивил тот факт, что это государство просуществовало менее века до покорения испанцами. Еще более удивительны были необычные обстоятельства доктор Уильям Сальван-Историк, сопровождающий гибель Великой Империи. Когда я прочитал об этом, у меня возник вопрос. Как такое может быть? Я привык думать, что мир устроен более сложно. А потом я узнал, что судьбу инков предсказали звезды. Война против времени По сей день в горах Перу и Боливии звучат песни, исполненные необъяснимой грустью. Вся эта израненная земля от узких террас на склонах города широких плато грустит об исчезнувших земледельцах. Вот это Пача-мама, мать земли. Из 7 миллионов ее детей, видевших пришествие испанцев, 6 миллионов погибли после завоевания. Но тем, кто уцелел, немногим предстояли века деградации, унижения и страдания. Результат минувшей катастрофы. Большая часть того, что мы знаем об империи инков, взята из испанских хроник времен завоевания. У инков не было письменности, и поэтому считается, что сами они мало что знают о собственной истории. Но правда находит путь, и чтобы пустить свой корабль по реке Времени, инки использовали особый инструмент — миф. Но этот метод спорный. Как еще можно познать свою историю? Руины и черепки иллюстрируют путь человека от пещеры до современного жилища. Но о чем думали предки? Некоторые считают, что древние люди были совсем не такими, какими их видит современная наука и археология в частности. Рассказывает профессор Герта фон Дехендт, историк. На лицо бездумная высокомерие. Более ста лет ученые воспринимают наших предков как неких шимпанзе. Когда Дарвин опубликовал свое исследование «Происхождение видов», многие ученые решили, привяжу-ка я свою лодочку к этому большому кораблю, и мы вместе поплывем. Но в «Происхождении видов» речь идет лишь об эволюции организмов, а наши предки не были амебами. Это надо понимать. Десять лет назад Герта фон Дехендт опубликовала книгу о том, что наши далекие предки блестяще знали астрономию, и эти данные зашифровали в мифах, переживших века, но этот факт игнорируется. Рассказывает Джон Энтони Уэст, писатель. Речь идет обо всей истории цивилизации, и не обязательно прямая линия идет от пещерных дикарей до нас умников с водородной бомбой и зубной пастой. Пользуясь геологией, астрономией и мифами, Джон Уэст определил, что сфинкс в Гизе намного тысяч лет старше того возраста, что мы думаем. В среде ученых растет убежденность, что далекое прошлое гораздо интереснее, чем кажется, и люди, жившие в ту пору, знали куда больше, чем мы предполагаем. Одной из сфер приложений их исследовательских устремлений было ночное небо. И по чистому совпадению мы сегодня лишь углубляем знания, имевшиеся у них благодаря цифровым технологиям и компьютерам. В мифах инков Билл Салливан обнаружил не меньше конкретных данных, чем в резьбе каменных плит. Удивительные исследования в астрономии. Невероятные предвидения. Ключи к разгадке того, почему Великая Империя пала от рук горстки жадных мародеров. За пять лет до этого умирающий старец в последних своих словах предсказал гибель империи. Может быть, это вызвало странный паралич инков перед лицом испанских конкистадоров? Анды загадочны во многих отношениях. Попробуем разобраться в этих загадках. Кое-что мы знаем благодаря этой пожилой немке и рисункам в пустыне, что она сохранила для потомков. Перед нами Мария Райх в последние дни жизни. Загадку зовут Наска. Эта пустыня покрыта огромными линиями и рисунками, созданными очень давно. Смысл их не ясен, но явно связь с астрономией. Они обращены к другим граням этого мира, к космосу и его силам. В течение долгих веков эти рисунки не были известны, так как с Земли их практически не видно. Заметили только с воздуха. Обезьяна символизировала ежегодный приход воды, что казалось чудом для жителей пустыни. Этот рисунок связан с созвездием, символом которого он является. Это башня крепости Вкуска, древней столицы империи инков. Крепость как бы голова пумы, а город, лежащий внизу, ее тело. Этот образ виден только сверху. Если мир считает, что Наска уникальна, он будет разочарован. В день солнцестояния светило находится либо в самой северной точке, либо в южной, в июне или декабре. 21 июня. Солнцестояние в горах вокруг Валли Саграда, священной долины инков. Элориэто, ученый из Перу, нашел здесь пирамиду, основание которой в 28 раз больше основания Великой пирамиды в Гизе, но она скрыта от глаз. Особые линии отмечают дни солнцестояния в июне и декабре, а также дни равнодействия 21 марта и 21 сентября. Эта пирамида видна только с гор. Рассказывает Фернандо Элориэто, исследователь. Отсюда невозможно понять, что мы находимся на крупнейшей пирамиде в мире. Вот там окно, через которое солнечные лучи попадают внутрь в день летнего солнцестояния 21 июня. Это грандиозные часы солнца и вечности. Жители Антони стремились покорить природу, но жили в полной гармонии с этой очень трудной для обработки землей. Им хотелось обрести доказательства связи человека с космосом. Но эта область лишь для особо посвященных, и ее не должны касаться обычные люди. Знать об этом могут лишь жрецы и правители. 21 июня они собрались тут, чтобы увидеть образ головы пумы в солнечном свете, но вместо этого увидели испанцев. День солнцестояния 21 июня. Лишь в этот день восходящее солнце обретает форму головы пумы, а в день зимнего солнцестояния видна лишь половина головы. Искусство следить за временем было необходимо для выживания в неприветливых долинах Ант с начала времен. Испокон веков в этих горах жили лишь охотники. Злаки плохо росли на этих высотах, где постоянно дули ледяные ветры. С одной стороны находились и джунгли Амазонки, с другой — океан и самая засушливая пустыня в мире. Около 200-го года до нашей эры жизнь в Андах получила вдруг мощный импульс к развитию. Появились и большие массы людей, способных создавать на склонах гор-террасы и проводить туда воду. В суровых условиях Анта заниматься сельским хозяйством безумно трудно. Но, как известно, глаза боятся, руки делают. И работать нужно было вместе. Ответственность они чувствовали не только перед живыми, но и перед мертвыми. До сих пор жители Ант целыми семьями собираются у могил в день умерших, чтобы помянуть их. Люди едят, пьют, беседуют и молятся. Уважение друг к другу, почитание умерших и любовь к своей земле — эти основы жизни даровал местным крестьянам Бог-творец в человеческом обличье Вира Коча. Его единственное изображение на этой горе. Придание гласит, что он появился здесь, на озере Титикака. Когда-то очень давно Вира Коча сотворил Землю, Солнце, Луну и Звезды. Затем, как гласит миф, Вира Коча создал все племена, населяющие Анды, и научил их жить в гармонии. Этот миф — краеугольный камень всей цивилизации Ант. К каждому племени отводилось свое место происхождения, так называемое Покорина. Это мог быть источник, пещера или гора, где произошли предки каждого племени, сотворенной Вира Кочей, стоящего у озера Титикака. Покорина была как бы свидетельством о собственности каждого племени на свою землю, закрепляла за ним это право с незапамятных времен. И гениальность этой системы была в том, что каждая Покорина, место рассвета, уподоблялась звезде. И как каждая звезда имеет свое определенное место среди других звезд на небе, так и каждое племя имело свою территорию, чтобы жить в гармонии с другими племенами. Покорина была для них как бы звездными вратами. Здесь, на своде небеса, будто начертана суть цивилизации Ант. Ночью небосвод сверкает россыпью ярких звезд. Здесь, в Андах, Млечный Путь, который в других местах почти не виден, предстает с такой четкостью, что огромные скопления межзвездной пыли, эти темные облака, были хорошо изучены инками. Они дали этим облакам имена. Лама, Кондор, Куропатка, Жаба, Змея, Лиса. Небесные образы Лиса и Ламы, которые сыграют решающую роль в этой истории, были так важны для инков, что они воссоздали их на своей священной земле. Инки считали свою священную долину отражением Млечного Пути, и они использовали земные образы для воплощения известных им созвездий, как вот этот образ Ламы, например, у деревни Ольян-Тай-Тамбо. Как древние египтяне, считавшие Нил земным воплощением Млечного Пути, и строившие пирамиды, как отражение Ориона, созвездия их бога Осириса, Так и инки считали свою священную долину отражением Млечного Пути, и использовали земные объекты для воплощения созвездий и темных облаков, как, например, Хампату, Жаба. У города Урубамбы есть изображение кондора, взлетающего в небо в день солнцестояния. Здесь в Писаке изображено созвездие в виде кондора, раскинувшего крылья, чтобы лететь в мир духов Млечного Пути. Для инков Млечный Путь и Дни Солнцестояния играли важнейшую роль. Это время, думали они, когда небо и землю соединяет некий мост. Июньское солнцестояние сопровождалось священным ритуалом, так как в этот день Солнце поднялось из Млечного Пути и перекинулся мост к земле богов. А в день декабрьского солнцестояния открывался вход в землю предков, позволяя живым общаться с мертвыми. Время измерялось с Солнцем и звездами. О значении всего этого для наших предков мы почти ничего не знаем. Мы делаем все, чтобы забыть об этом. У нас часы с цифрами. Но следует знать, что большая стрелка — это Луна, а маленькая стрелка — Солнце. И наши 60 минут в часе получены от Солнца, Луны и звезд. Но не все забыто. Перед нами Куолу-Рити — священная древняя гора в Перу, и к ней ежегодно съезжаются десятки тысяч человек, чтобы набрать священной воды для своих христианских церквей. Куолу-Рити помнит и древние индейские ритуалы. В западной мифологии небесному охотнику Ориону противостоит созвездие Тельца, чья лопатка создана из семи звезд Плеяд. Это созвездие исчезает из вида более чем на месяц. В прошлом возвращение этого созвездия на небо играло важную роль для составления сельскохозяйственного календаря на год. Сегодня 7 июня, и эти люди идут отмечать появление Плеяд. Но этот день плавает, так сказать, по большому промежутку времени, и этот факт сыграет важнейшую роль в нашей истории. Он приведет нас к другому моменту, когда население Ант пережило Пачакути, конец света. Пачакути, конец света Страх перед Пачакути и верой инков в то, что весть о нем они могут прочитать на небе, предмет исследований американского писателя Уильяма Салливана. Вторжение испанцев стало для инков и других жителей Ант подобно Пачакути. Это как потоп, конец света. У инков тоже был древний миф о потопе. Собственная версия о Нори и его ковчеге. Согласно этому мифу, Лама посоветовала пастуху собрать всех животных на вершине горы Вилкокота. Указывая на Плеяды, встающие над горой, Лама предупредила пастуха, что ровно через месяц грянет потоп. Когда вода поднялась, животным было тесно на вершине горы. Лиса поскользнулась и намочила хвост в воде. И с тех пор хвост у лис стал черным. В мифах гора Вилкокота связана с июньским солнцестоянием. И теперь нам ясно, что искать, пометуя слова Ламы, период времени, когда Плеяды поднялись ровно за месяц до июньского солнцестояния. Я считаю, что в мифах древние заложили послания будущим поколениям. И они хотели быть полностью уверенными в том, что их послания поймут. И я вновь убеждаюсь в том, что нам оставлено две разгадки. Что произошло в июньское солнцестояние и что произошло в декабрьское солнцестояние. Компьютер показывает нам небесный свод прошлого. Нам нужно определить время, когда Плеяды вновь появились на утреннем небе ровно за месяц до июньского солнцестояния. И вот что произошло. Это лама, рядом с ней лиса, хвост лисы ниже линии горизонта во время рассвета. И теперь мы знаем, почему хвост у лисы черный. Потому что это событие произошло в 650 году нашей эры, которому миф приписывает Всемирный потоп. По данным археологии в районе 650 года, ситуация резко изменилась к худшему. Впервые разразилась широкомасштабная война за главенство в Андах на предстоящие 8 веков. Но если Салливан прав, то в мифе таятся два ключа о событиях солнцестояния в июне и в декабре. Какое страшное событие астрономы Ант увидели в небе. Отгадка в особой важности Млечного Пути, дороги, соединяющие живых, мертвых и богов. И вот что случилось. В день июньского солнцестояния, 650 года нашей эры, Млечного Пути не было на горизонте во время восхода Солнца. И это значило, что дверь в обитель Бога захлопнулась. Миф гласит, что Веракоча очень огорчился и покинул этот мир. Местные земледельцы восприняли большую войну как катаклизм, уничтоживший основу равновесия, заложенного Богом. Местные шаманы восприняли это как Пачакути, конец света, ведь доступ к Богу закрылся навсегда. Между тем, власть в Андах захватили представителей воинственной и жестокой империи Хуари. Они заставляли платить дань и работать на себя. Тех, кто сопротивлялся, казнили. Эти каменные стены могут рассказать об ужасах, пережитых Андами. Вожди Хуари заставляли местных крестьян строить их, бесконечные бараки, как в концентрационном лагере. Здесь представители Хуари наблюдали за трудом рабочих, собирали налоги и организовывали производство предметов роскоши для себя. Анды стало лихорадить. Племя восстало на племя, долина на долину. Появилась новая элита, воины. Они стремились подчинить себе оседлых крестьян и вести войны за их счет. Если крестьяне ассоциировали себя со звездами, то воины считали себя планетами, свободно блуждающими среди звезд. Ученые полагают, что жители Анда не знали планет, но при таких кристально чистых небесах их нельзя не видеть. В одной из хроник имеется перечень названий планет, причем удивляет их сходство с образами греческих и римских планетарных богов. Например, Часка Коллиер, прекрасная женщина с вьющимися волосами. Венера, был Ауча, бог времени, правосудия и возмездия, Сатурн. Был бог войны, Ай-Каёх, образ врага, Марс. Катуилья, глашатый, Меркурий, и бог Пируа, от имени которого произошло название страны Перу, это был бог силы и процветания, Юпитер. В этот период Веракоча, бог, который ушел, рассматривался и в другом аспекте. Вот это остатки храма, посвященного верховному богу Веракоча. Испанцы считали, что это слово из языка инков означает «толстяк из моря», но инки только смеялись, так как это слово родилось в языке других племен, живущих у озера Титикака, откуда явился и сам Веракоча. У слова было другое значение – наклоненное море небес. Но наклоненное в отношении чего? Имеется в виду плоскость экватора Солнца по отношению к плоскости экватора Земли. Эти данные – ключ к пониманию прецессии и движения звезд. Астрономический феномен прецессии был загадкой, игнорирующей наших предков, но объяснить его совсем не трудно. Помните такую игрушку? Вращение юлы вокруг оси подобно ежедневному вращению Земли. Но и сама ось, как видите, медленно колеблется. Один полный колебательный цикл Земли занимает около 26 тысяч лет, а созвездия при этом как бы путешествуют сквозь эпохи. Появляясь за восходящим Солнцем, они меняют расположение каждые две тысячи лет. Мы их называем рыбами, овном, тельцом. Зодиак, в нашем понимании, состоит из 12 созвездий. Согласны ли с этим инки? Фермеры из маленьких поселков отвечали утвердительно, говорили, что у них есть система 12 домов в небе. А вот там остатки 12 храмов, каждый из которых посвящен одному из небесных символов инков. Символы разные, но значение такое же. Бог Веракоча превращается в повелителя этого вечного движения и ассоциируется с планетой Сатурн. Аналоги есть в греческих мифах, а в Китае подобный бог Вангди. Это небесные боги правосудия и возмездия, отмеряющие время и прецессию. Сатурн назвали отцом времени, потому что у него самый долгий период обращения вокруг Солнца. Древние использовали Сатурн для контроля прецессионного времени, наблюдая его положение по отношению к Юпитеру. Для измерения этого цикла в 26 тысяч лет поступили следующим образом. Сатурн и Юпитер совмещаются каждые 20 лет, и каждое совмещение сопровождается небольшим смещением с прежней траекторией зодиакального пути. После 40 совмещений в течение 800 лет эти планеты возвращаются на исходную точку. Этот метод определения прецессии был долго неизвестен нам. Но жителям Анг он был хорошо известен. В этом храме жрецы танцевали 40 танцев. Каждое племя у инков насчитывало не менее 40 человек. Вновь и вновь священное число 40, ключ к определению прецессии, и символ вечного цикла встречается в обрядах инков. От города Куско 40 дорог расходились во все стороны света, и прочертаны они были как идеально ровные линии. Здесь поселились новые властители Ант-Инки. Это был короткий, но прекрасный период. Их приход окутан легендами. Есть предание, что сам бог Веракоча, покидая наш мир, благословил их предка на правлении и передал ему некий символ власти. Салливан считает, что и в этом мифе заложен особый смысл. Инки приравняли своего великого предка Манка Капака к планете Юпитер. В мифе указывается, что совмещение Сатурна и Юпитера провозгласило всему миру, что Инка, благословленный Веракочи, станет теперь властителем Ант. Серьезная заявка на власть, но все же в рамках определенного языка, обнаруженного Салливаном Вандах. По неким причинам Инка пошел дальше. Произошло нечто, заставившее его изменить свое поведение. Принято считать, что империя инков родилась в эпоху процветания. Итак, год 1440-й, до испанского вторжения 90 лет. Инки – одно из племен среди многих, а в долину Куска вторглись враги. Их старый правитель дрогнул, он в отчаянии. Но причина этого – не нападение врагов. Через пять поколений, заявил он своему сыну Юпанке и своим генералам, наступит губительный Пачакути, конец времен, и будут уничтожены все Анды. Но его сын, принц Юпанке, не желает сдаваться. Он отодвигает отца в сторону и берет власть в свои руки. В отличие от отца, Юпанке не был настроен на поражение. Он выдвинул неожиданное предложение, даже революционное, создать империю Солнца и возложить на себя миссию спасения цивилизации Ант от уничтожения. Историки отмечают эту версию как выдумку. Но если такое пророчество действительно было, его эффект трудно измерить привычными историческими мерками. Принц Юпанке принял новое и важное имя Пачакути Инка, тот, кто перевернет мир. Он явно торопился в своих действиях. Начав с небольшой долины Куска, он и четверо его последователей принялись расширять владение. В одном из самых труднодоступных районов мира они создали империю протяженностью, как от Канады до Карибов, или от Исландии до Сахары за период, всего в 80 лет. Они покончили с ужасами прошлого, вроде каннибализма и угнетения фермеров жестокими войнами, и установили мир после восьми веков постоянных войн. Они возвысили себя над всеми остальными и назвали свою империю Империей Солнца. Пачакути Инка не мог просто восстановить древние устои Веракочи. Если бы он сразу освободил земледельцев от воинов, то восстановил бы последних против себя. Вместо этого он предложил воинам престижную роль в создании Империи Солнца. Воины несли с собой символы Солнца и сопровождающих его звезд и планет. У них была цель. Они понимали, что им будет трудно, но в этом была особая прелесть — радость и риска при неизбежной трагичности во всем, что предпринимали Инки. Но все это перевешивало их удивительная харизма, привлекавшая к ним жителей Ант. Это один из величайших туристических объектов в западном полушарии Мачу-Пикчу. За день здесь бывает от 12 до полутора тысяч человек. Всем интересен настоящий город инков. В отличие от империи прошлого, инки не изощрялись в красоте возводимых ими храмов. Вместо этого они украшали землю. По всем Андам инки установили жесткое правило — покорные племена работают и для общей пользы. Денег они не знали. Частная собственность была строго ограничена. Все дружно они выполняли грандиозную задачу. Покрывали террасами склоны гор, проводили воду, строили много дорог. Здесь, к радости туристов, инки создали естественный холодильник. Снаружи палит солнце, а здесь на 20 градусов прохладнее. В этом проходе гуляет ветер. Как видите, инки вырубили в камни особые уступы, где хранили продукты питания. Ветер охлаждал их и высушивал. Восстанавливая гармонию времен Веракочи, правители заботились о благосостоянии граждан. Чтобы в империи не было голода, инки повсюду строили склады продовольствия. При необходимости можно было быстро доставить пищу в любую точку империи. Вот такие вот склады. Ветер, дующий в этой долине, высушивал кукурузу и предохранял ее от гниения. Инки с большим старанием создавали сельхозугодья. Вот это сельскохозяйственная экспериментальная станция, где инки сажали новые растения и проверяли их адаптацию к высокогорью. Подобная работа велась каждый год. Если культуры росли хорошо, их распространяли повсюду. Что испугало инков? Что увидели в небе Пачакути и его отец? Инков иногда упрекают в приукрашивании собственной истории. Послушаем мнение совсем другой группы людей, покоренного ими племени Хуарачури. Их легенды гласят, что небесная лама, сходящая вниз по Млечному Пути, должна каждую ночь пить воду из моря. Если этого нет, то миру конец. Теперь смотрите. Вот что увидели Пачакути инка и его отец. Мы помним, в 650 году небесная лиса намочила хвост, и вот пришла очередь ламы. Но было нечто еще более важное. Вот это увидели жрецы-астрономы Ант. Путь Солнца отходил от Млечного Пути. И в этот раз мост к земле предков будет смыт потопом времени. Было ли это предсказанием? Мертвые теперь не смогут давать советы живым? Неужели странная слабость инков объяснялась их убежденностью в неизбежности глобальной катастрофы, предсказанной небом? Пачакути инка не мог, не хотел спокойно наблюдать, как разрушатся священные традиции его цивилизации на столь важном витке истории? Если дела небесные действительно влияют на дела земные, то как насчет обратного действия? Могут ли действия людей изменить движение звезд? Может быть, именно так Пачакути инка пришел к идее войны? Войны против времени. Если время столь беспощадно, его нужно остановить. Я бы не стал продолжать этот рассказ, если бы не обнаружил хронику испанского священника Мартина де Муруа, одного из немногих, кто пытался понять аборигенов. В этой хронике Салливан нашел подтверждение своих взглядов. Мартин де Муруа воспроизвел легенду от начала правления Пачакути инки. Там сказано, что седобородый старец протрубил в морскую раковину и пошли дожди, грозящие затопить Куско. Пачакути инка пошел его искать. Это вполне реальная картина. Проливные дожди могли угрожать городу Куско. Но в мифе сказано и об астрономическом событии. Когда Пачакути инка отправился к Веракочи, произошло совмещение Юпитера и Сатурна. Но угрозу инки увидели именно в том, что совмещение этих планет произошло в том же самом месте, что и в 650 году. 40 совмещений миновало. Сатурн и Юпитер заняли то же самое место среди звезд, что и 800 лет назад, когда они провозгласили неминуемую гибель существующего мира. Как и все жители Ант, Пачакути инка верил, что события, предсказанные небом, сбудутся на Земле. Но если изменить ситуацию на Земле, не изменится ли поведение звезд? Если он сможет остановить сползание мира к хаосу и кровопролитию, сможет восстановить порядок, как при Веракочи, может и небеса переменятся, отменив свой суровый приговор. Мартин де Муруа пишет о действиях Пачакути. Тот провел беспрецедентную религиозную реформу. Пачакути инка объявил, что Куска пуп земли. Солнце становилось центром религии, а Кориканче, храм солнца, созданный Пачакути, был облицован золотом, а от него исходило 40 лучей, называемых Секис, во все стороны горизонта. Это прямые дороги к восходящим звездам. Вдоль линии этих лучей начали строить храмы. Каждому племени в империи вменялось построить по одному такому храму. Таким образом, эта гигантская сеть накрыла все племена Ант. А они, как помните, произошли от звезд. А в центре было Солнце. И он создал вот это, Интиуатану, дословно для привязывания Солнца. Но к чему привязывалось Солнце? Религия Солнца вменялась всем племенам Ант, ведь каждое племя произошло от своей звезды. Если звезды не смогут перемещаться по отношению к Солнцу, война против времени не будет выиграно. Один день в году Пачакутиинка объявил наиважнейшим. День декабрьского солнцестояния, когда открывается путь к предкам. В этот день по всей империи было убито 10 тысяч жертвенных лам. Их кровь благословили и разлили по маленьким глиняным горшкам. Скороходы доставили эти горшки во все уголки империи, чтобы там их разбили о вершины ближайших гор. Со всей империи каждое племя выслало в Куско делегацию, которая включала двух невинных младенцев. Некоторых из них принесли в жертву здесь, в Куриканче, в ходе самого торжественного из всех ритуалов под названием Капакоча. Делегации приехали в Куско как бы для приобщения к святости и им позволили вернуться домой, сохранив детей. Значение слова Капакоча так и осталось загадкой. Думаю, что разгадка таится в самом слове. Капа жрец, астроном, царь и Хуча просьба. Просьба царя. Инки просили богов отправить к звездам принесенных в жертву детей. Благодаря хронике священника Муруа мы знаем слова этой просьбы. Пусть солнце и луна всегда будут молодыми. Пусть земля не перевернется. Ама Пачакути. И пусть длится покой. Но есть ли уже во всей империи мир и порядок? О какой войне речь? Думаю, что это была самая последняя война, что предстояло инкам. Война против времени. Вдоль невидимых лучей, исходящих из священного куска, по перевалам и долинам своей родины дети возвращались домой, где их принесут в жертву на вершинах гор. Там до сих пор находят детские останки рядом с игрушками. Детям, принесенным в жертву, сразу открывались небесные врата. Как удивительно эта связь между двумя полюсами, ужасным и возвышенным. Предсказание неизбежного конца и попытка предотвратить его, все это было тайной царской семьи и узкого круга их приближенных. Но небесные знаки беды приметили астрономы и в других местах. Думаю, что в Мексике подобное предсказание заставило ацтеков начать свою войну со временем, но жестокую. Они приносили в жертву Солнцу десятки тысяч человек сразу. Борясь со страшным предвидением, инки предпочитали не самые жестокие методы обращения к богам. Но и они отправляли невинные души посланниками к звездам. Дети несли богам просьбу пощадить человечество. Эта мольба, что несли души убитых детей, сама по себе выглядела жутко, но она свидетельствовала и о самом страшном явлении, о том, что творец отвернулся от тех, кого создал. Думаю, что в этом состояла особая стратегия инки, желавшего не допустить крушения мира. Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. 1527 год. Где-то далеко на севере европейцы открыли новый свет и уничтожили империю ацтеков в Мексике, которые не знали инки. Всего восемь десятилетий прошло с тех пор, как Пачакути инка перевернул мир и сделал империю инков крупнейшей для своего времени. Пятый по счету великий инка и последний из них Уайна Капак умирает от неизвестной болезни. Это оспа, которую испанцы занесли в новый свет из Европы. Его предсмертными словами, как гласит предание, было «Я последний правитель, война проиграна». Я думаю, что по большому счету его сразило то же, чего испугался когда-то Пачакути инка. Путь Солнца отошел от Млечного Пути и ворота в царство умерших предков закрылись. Это событие как бы подчеркивалось уникальным сближением всех пяти видимых планет, что было замечено в далеком Китае. Венера и Меркурий приблизились к Сатурну и Юпитеру. Добавился и Марс, красная планета войны. Четыре планеты разойдутся, а Марс будет по-прежнему висеть в ночном небе, чтобы засвидетельствовать неизбежный конец мира. Испанская оспа, погубившая последнего правителя, скосит половину населения и сломит моральный дух инков. Климатический феномен, известный нам под названием Эль-Ниньо, поразит страну, погубит прибрежные зоны. Претенденты на трон разожгут гражданскую войну, и страна погрузится во всеобщий хаос. и лишь тогда появятся испанские завоеватели. Это все, что осталось от Храма Солнца, сердца империи инков. Когда-то эти стены были покрыты золотом, чтобы оно отражало солнечные лучи, но испанские завоеватели все золото содрали. Жалкие остатки его хранятся в доминиканском монастыре, построенном на этом месте. Что может лучше символизировать блестящий взлет и печальный конец империи инков? Местных шаманов изгоняли, истязали, калечили, забивали насмерть, расчленяли, сжигали заживо. Великая река знаний, охватывающая все сферы жизни Ант, превратилась в ручеек, а затем и вовсе пересохла. Захватчики культивировали доносительство, воспитывали в людях жадность, зависть, страх перед темной сутаной священника. Голос Ант замолчал, а потомкам достались лишь искаженные временем предания, зашифрованные послания и мифы. Инки хотели мира и справедливости, объединения воюющих племен, процветания и красоты. Они построили дороги протяженностью как от Лондона до Ташкента или от Гудзонского залива до Гаваны. Они покрыли анды террасами и орошаемыми полями, но их история не сопоставима с историей Китая, Рима или других великих империй, так как всего этого инки достигли менее чем за 90 лет в одном великом всплеске энергии. Почему? Теперь мы это знаем. Фильм Роэля Остра Фильм, переведенный и озвученный производственной базе ТПО Ред Медиа . Что кас . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok